всем привет с вами юля и сегодня у нас видео из рубрики интриги скандалы расследования да по названию видео вы уже догадались что вы уже поняли точнее что видео будет у всех моих начатых процессов и такие видео всегда вызывают много интересов но также очень много порицаний особенно если начатых процессов много и знаете я отчасти с вами соглашусь я сама себя ругаю часто и вот сегодня это видео будет так сказать воспитательным для меня я хочу провести вот именно расследование сделать все планы и как-то упорядочить весь тот рукодельный хаос который сейчас у меня творится ну что делать это жизнь блогера да если вот не поиграться не попробовать а как узнаешь ну вот я уже попробовала что значит иметь очень много процессов что значит поучаствовать в различных акциях и играх там апрельские старты зимние старты летние старты вообще просто старты старты и вот теперь нужно что-то делать со всеми этими стартами нужно наводить порядок также я оставлю ссылку на видео которое у меня было снято в 2018 году да да я с огромным так сказать сюрприз был для меня я нашла это видео пересмотрев все мои начатые процессы подведя итог на сегодняшний день что у меня было вышито что еще у меня не вышито в общем сегодня будет полное расследование по моим процессам как идут дела сокращаются не сокращаются увеличивается вообще что происходит и так хочу начать с моей основной работы которая лидер в прокате на январь месяц все видео выходят практически вот с этими котами потому что я над ними активно работаю стараюсь завершить работу поэтому показываю во первых данный процесс он еще числится в текущих еще не завершён и здесь еще есть на чем работать мы будем стараться к февралю завершить не буду долго заострять внимание на этом процессе они уже было все сказано просто показываю его в моем списке и переходим дальше следующий мой процесс это кастом крафт в моем дворике начала в декабре 2019 года это набор дизайн мечта очень много лет мечтала о нем у меня была схема закуплена закуплена выпросена у дуняшек ростич и я все мечтала планировала начать этот процесс но так случилось что моя рукодельная фея чудом нашла этот набор для меня и мне его прислала и вот он у меня старта ну так сказать и вот этот процесс этот дизайн у меня тоже стоит в планах на отшив 2020 году но это уже у меня будет наверное концу 2020 года может быть я буду брать какими-то набегами по чуть-чуть продвигать но вот плотная заняться им я думаю что получится концу 2020 года почему так говорю потому что в этом году я себе прям вот у меня было такое вдохновение я прям расписала себе план на видео год и хочу провести эксперимент а смогу ли я выдержу ли я идти по плану ну да будут какие-то перестановки однозначно может быть поменяются какие-то дизайны но плюс-минус смогу ли я выдержать мой план вот и этот процесс у меня стоит на отшив в конце года вот кастом крафт размер здесь большой он у нас сорок девять и пять на 50 сантиметров на 35 к большая будет яркая красивая картина и как видите вышит у меня пока только маленький кусочек первое впечатление я говорила что принципе вышивается как кастом крафт достаточно приемлемо не очень сложно и переходим к следующему процессу следующий процесс это миробилия blooming bright вот такая яркая невеста отвечает немножко у меня от лампы все равно отвечает ничего не поделаешь да это у меня вот такой вот долгострой потому что процесс был начат по моему в 2017 году вот понимаете мы уже несколько лет но я год не вышивала вообще мне пролежал потом в девятнадцатом году я дошивала другие какие-то процессы и вот этому процессу как там ну вот не не судьба его было я столько раз пробовала делала рестарты и снова и снова все равно как-то я на что-то отвлекаюсь и не могу взяться и довести его до ума видела у девочек отшивы очень красиво нет впечатляет эта работа большая такая знаете красивая такой хвост банту этой невесты не очень нравится да вот не часто вышивает эту невесту потому что как бы ну очень узкотематический сюжет я ее выбрала потому что мне нравится сочетание шоколадной основы и вот этого белого платья с красивым таким вантом хвостом украшенным цветами стразами и разными камушками без всяких примет без всего-всего просто оценила сочетание цветов и украшений и хочется вышить очень мне нравится эта работа ну вот видите пока пока я ее не осилила но процесс идет где-то одну треть работы я вышила уже есть предпосылки ставлю тоже в планы на этот год ну пусть не вышить но хотя бы хорошо продвинуть а может быть даже и вышить ну посмотрим буду стараться и буду уделять ей внимание обязательно мне нужно с ней что-то сделать она у меня занимает большую хорошую раму и я не могу организовать какой-то другой процесс по-другому данную работу я не хочу организовывать потому что здесь ли он он очень непослушный капризный такой знаете скользкий не натягивается не закрепляется поэтому только рама и надо 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 вышивать эту красавицу но вот и сейчас бы я взяла но у меня коты нужно их уже довести дома вот а потом дальше мне три совместных проекта стартуют поэтому вот первые два-три месяца этого года я наверное к ней не смогу приступить нужно будет как-то что-то с процессами сделать и уже по весне я надеюсь я к ней все-таки доберусь так красавица уходит сторону приходит следующий процесс следующий процесс обложки все бликуют потому что сверху лампа но я никак не могла найти какого-то другого более подходящего места для снятия этого видео потому что некоторые процессы рамы огромные вот я расположилась на кровати чтобы можно было все это хорошо показать но сверху лампа и есть такие блики но в самый главный процесс то видно в общем сам самая важная информация я думаю передается и так еще один процесс начат ты в 2019 году в конце года зимней радости по дизайну dimensions сборка от фирмы клубок желаний начался процесс и вышелся совсем чуть-чуть и вот тоже отложены да вот такой вот просто начатыш я очень горела и до сих пор горю этим дизайном и вот прям взялась бы взялась бы за него сразу но так как я все-таки человек плюс-минус ответственный я вообще ответственный но в рукоделии плюс-минус вот поэтому мне нужно вышивать опять же котов мне нужно завершить котов нашем совместном проекте поэтому вот эти дизайн они ждут своей очереди но вот данный дизайн именно стоит в очереди стоит тоже в конце года хочу его вышивать вместе с птицами от кастом краудс как раз опять будет зима и я уже так возьмусь за эти работы и хорошенечко и буду продвигать вот такой у меня здесь план по работе с этим дизайном есть небольшой старт очень красиво получается хорошие ниточки схема четко вышивается легко но единственно вот у меня немало времени я последнее время вышиваю по 500 по 600 кресиков вечер это не каждый день поэтому много процессов к сожалению пока вести не получается вот есть меня такой дизайн переходим к следующему следующий следующий это ланарты ланарты любящие сердца тоже старт 2012 года в конце года декабре по моему тоже начала неожиданная покупка и неожиданный старт просто ворвался тот процесс мою жизнь но за думаю по моему один вечер до один вечер я вышивала я вышел достаточно много он хорошо продвигается легкий интересный очень приятный сюжет и данный сюжет участвуют совместном проекте любящий сердца и он стоит у меня на отшив поэтому я думаю я с ним справлюсь да он ворвался неожиданно в мои процессы но я думаю я с ним хорошо справлюсь вышью и все будет хорошо с этим процессом а мы перейдем к следующему еще один процесс из недавних вот буквально недавно я его начала это бисерный процесс богородица покрова радуга бисера давно я ничего не вышивала бисера мне так захотелось и тема достойная поэтому взялась вышивать буду по чуть-чуть как процесс по ниточке по ниточке и я думаю что потихоньку к концу года может и раньше он завершится очень не нравится то что получается я прям вдохновилась здесь полная зашивка красиво ложится бисер хороший бисер качественный и получается очень красиво мне прям нравится брать иногда и по нескольку рядочков вышивать бисером вот я рада что у меня есть такая работа которая будет разбавлять немножко мои крестики вот переходим к следующему процессу так ну тут я даже не знаю как вам показать потому что у меня процесс просто в рулончики и скручивается основа нет отсвечивает обложка бликует это маленький процесс наборчик зингана серии минутка чайник я вышиваю вот такой вот голубенький чайничек здесь немного вышивки и самая главная сборка и как только мне появится время я с ним думаю быстренько справлюсь но это время у меня скорее всего появится уже феврале и поэтому этот процесс стоит у меня на февраль на завершение мне понравилось хотя бы раз год делать какую-нибудь такую маленькую игрушку прикладную вещичку что-то что украшает рукодельный уголок ну а также украшает мои видео можно использовать что-то рукодельное для съемки для фотографий здесь будет и бисер и такой вот интересный колокольчик на крышечке у чайника вот пока у меня вышло не полных два элемента нужно вышивать здесь много элементов но там не полная зашивка там просто какие-то бабочки и цветочки просто идет сборка нужно будет все это на вырезать и на сшивать заполнить ну такая вот прикладная вещица есть этот процесс он отметился в этом видео и мы переходим дальше а дальше у меня димэншенс африканские львы этот процесс я тоже начала в нашем совместном проекте мои любимые коты 2 я его в принципе хорошо продвинулась здесь около 30 процентов я вышиваю по схеме мне нет кростить сага и наверное осталось единственным блогером на youtube у кого нет кростить сага кто не вышивает покрыть по кростить сага я все еще вышиваю по бумажным схемам поэтому свой прогресс я определяю на глазок вот на глазок мне кажется у меня около 30 процентов выше то примерно есть над чем работать но пока я отложил этот процесс вернусь к нему возможно летом но я так себе планирую вот как вы видите работа у меня постирана поглажена лежит в сумочке и осталось мне только здесь разметка нитками где у меня видна хотя бы серединка где не серединка чтобы когда я вернусь снова к процессу можно было снова сделать разметку и приступить дальше к вышивке очень-очень мне нравится то что получается посмотрите львица вообще шикарная к сожалению ни головы ее пока еще нет ни вот туловище не дошито но все будет вот и то что получается мне очень нравится классная проработка здесь видны прям ребра мышцы и классно сочетание голубого неба вот этого зеленого пожухлого уже такого желтого дерева прекрасно прекрасно сочетание работа легкая здесь очень море полукреста вот все небо полукрестом трава все полукрестом хорошо вышивается легко немножко уже и и повело надо будет аккуратнее дальше вышивать маленькая маленькая есть маленький перекос вот но ничего все это выравнивается когда буду вышивать из меня немножечко направлении буду вышивать немножко в другом направлении вот такой у меня процесс следующий процесс это мои лошадки дизайн анкор великолепный дизайн давно начат тоже уже залежался надо его брать в работу и он у меня прям один из первых идет работу в феврале месяце после моих котов когда начнется сп ветер в гриве я вот буду вышивать здесь лошадок здесь такой интересный сэмплер я уже делал видео уже показывала вам этот дизайн недавно ставлю еще раз итоговую картинку то что должно получиться как видите у меня вот один дизайн здесь уже вышит сюжетик да и дальше я вышиваю лошадку с жеребенком на водопое такая вот здесь будет тоже красота интересный интересный дизайн здесь у меня снова цвайгард кошель ниточки по ключу анкор классные яркие сочные вот берусь за него в этом году у меня планы так сказать наполеоновские надо разгребать все то что я создала в прошлом в этом году будем наводить порядок и мы переходим к следующему процессу так а здесь уже пошли скелеты из шкафа это уже такой старенький старенький процесс который был начат ну может даже в шестнадцатом году может нет ни пятнадцатом точно шестнадцатом скорее всего я так себе предполагаю предполагаю это оригинальный набор от фирмы дом и крафт работа большая 60 на 40 здесь идет вышивка по нанесенной схеме на основу покупала как дорожный процесс да потому что здесь нанесенный рисунок и вот дороги 60 на 40 вышивать но если честно вышивала и вышила вот весь этот низ не совсем не помещается в кадр вот здесь листочки лотос и вот это все у меня вышивалась потихонечку потихонечку и на этом все процесс легкие здесь не полная зашивка на самом деле схема нанесена можно все вышивать но видите вышивался вышивался потом я устала отложила надо будет все это организовать на раму скорее всего сделать боком и вышивать но сразу хочу сказать до такого в оправдание уже сразу не в оправдание а как в планы не в этом году однозначно придется этому дизайну еще полежать и я займусь этим дизайном 2021 году я хочу в этом году часть тех процессов которые я вам показала и озвучила что они ставят планы я в этом году хочу довести до ума новые процессы не хочу начинать вот так вот знаете активно а буду потихонечку брать в работу в двадцать первом году какие-то процессы по одному плюс включая какие-то процессы которые уже старички вот как этот это не единственный мой старичок есть еще такие процессы которые залежались и они тоже интересные я тоже хочу их вышивать но видите соблазны велики и так сказать не дают вести спокойную жизнь процессы плодятся вот этот дизайн у меня на 21 год если честно вот сейчас думаю как его оформлять куда вешать 60 на 40 этих моих уток мандарина красивых скорее всего не знаю что то может быть прикладное какое-то одеяло огромной подушкой даже не знаю пока нет идей но есть идея может сделать какое-то одеяло покрывало и в центре сделать рисунок может быть я сейчас говорю ерунду не знаю будем думать когда вышлица тогда и будем принимать решение чего я сейчас то спешу переходим к следующему процессу еще один скелетик из шкафа по моему в семнадцатом году я его начинала это наборчик от фирмы золотое руно на охоте вот такой вот милый щенок это пойнтер у нас такая собака мне этот набор подарили потому что у нас такая собака и муж все ждет когда ему вышли вот видите не могу я вышивать на заказы по просьбам мне нужно только по моему вдохновению очень очень хороший дизайн вышивкой ниточки здесь все очень классно золотое руно вышивается легко ну вот видите начала много и поэтому часть процессов у меня ушли так сказать долгострой да долгострой потому что на них не хватает времени но я буду завершать этот процесс к сожалению тоже в двадцать первом году вот в этом году не знаю только чудо поможет чтобы я его завершила я просто реально понимаю отвлеклась на телефонный звонок вернулась и так еще раз по данному процессу в 2021 году буду его завершать нравится все нравится постираю приведу в порядок и натяну на рамочку и будет он вышиваться все организую красиво вот и все будет хорошо здесь я смотрю у меня в пакете столько маркеров и ножницы вот видите все эти начатые процессы как много они аксессуаров занимают и все это хранить очень сложно все я вот сделала для себя вывод я не хочу больше разводить столько много процессов я попробовала поигралась посмотрела теперь я хочу все довести до ума и буду иметь наверное 3-4 процесса это максимум то что я могу вести как-то менять и действительно продуктивно продвигать вот а мы с вами переходим дальше камера пишет пишет видели бы вы меня на какой горе я сижу сколько у меня здесь всего это просто ужас ужас так следующий процесс это вот такая скатерть яркая красивая и сочная очень мне она понравилась я все мечтаю вышить какую-то скатерть попробовать но руки не доходят вот такое простое объяснение и сейчас смотрю на эту картинку какая она яркая какая она вот летняя ну прям бери и вышивай нужно браться это набор вервака очень хорошее качество здесь такой хлопок все классно видите у меня есть здесь старт я попробовала и поняла что я не могу вышивать идеально изнанка у меня руки уже автоматически вышивают так как я вышиваю картины я старалась как-то более аккуратно вышивать загляну ну не так-то страшно тут у меня более-менее ну не идеально конечно вот и немножко как-то я смутилась подумала что нужно поискать видео посмотреть поучиться чтобы вышить аккуратно но будучи на выставке здесь у нас в Греции я смотрела много прикладных изделий здесь в основном прикладными прикладной вышивкой занимаются не заморачиваются на прям идеальную изнанку аккуратная чистая ровная но не вот прям совсем идеальная поэтому я тоже так подумала что ну и мне можно не идеальную изнанку кто там будет сильно смотреть рассматривать и судить меня будет красиво скатывать украшать мой дом и интерьер но опять же вот я понимаю что в этом году я не смогу взяться за это зелье здесь то по кругу много вышивать крупный каунт 10 или 11 что-то такое но тем не менее по кругу то вышивать много видите и да работы много но вот на 21 год у меня пойдут эти процессы я прям не знаю что я буду делать но буду аккуратно планировать и все-таки доводить до ума и совершать всю эту красоту жалко жалко что лежит купила начала красивая скатерть надо же ее довести до ума вот ниточки здесь разобрала в пакете все органайзер здесь схемка ну все есть ниточки дмс все очень хорошо ну как вот как где найти время на все любимые процессы так вы еще со мной и вы еще терпите да здесь уже пошли такие знаете древнейшие вообще процессы но тем не менее я не хочу их забрасывать я все хочу вышить это дизайн панна греческие вазы у меня есть уже одна работа вышита это была первая работа которую я вышила и вот пара к ней не родилась а хочется вышить пару и оформить красиво понимаете а вот начало и все и отложила тоже не в этом году а в следующем обязательно буду завершать посмотрите нитки все лежат снова есть старт есть ну как не вышить красиво получается мне нравится может быть это не новые дизайны не какие то там ну как сказать модные что то новое интересное это уже очень избитый дизайн но мне очень нравится мне нравятся эти картины и знаете вот для таких работ самое главное хорошее оформление если оформить их достойно то работа действительно она преображается и это достойная работа поэтому надо ее вышивать вот это такой мой долгостройщик долгостроенный наверное еще в шестнадцатом году я начинала представляете сколько лет лежит работа а тут у меня иглы в бобинках вот надо надо брать себя в руки и все брать и вышивать так это еще не все у меня еще есть процесс идем дальше так еще один мой долгостройщик еще один мой начатыш это сайта вышиваю.ru в поисках золота 2 ну этот дизайн у меня стоит на отшив в этом году стоит в совместном проекте богатство и благополучие здесь есть маленький старт вот такое начало но скоро будет организация и я приступлю к этому процессу и буду уже ввести работу на завершение я пробовала не очень то и сложно главное знаете хорошая организация я люблю такие большие работы вышивать на моем станке а если это не станок из-за тяжести канвы потихоньку знаете становится мне неудобно вышивать и такие процессы откладываются ну вот в этом году будем завершать в поисках золота 2 что думаете все? нет не все а вот еще здесь показываю только буквально основу здесь линда 27 каунта белая такая классная линдочка цвайгард и вот такое вот маленькое начало это было в 2017 году апрель месяц стартов я начала начала процесс зебры африканские зебры вставлю вам картиночку дизайн анкор ну не хватило сил вот на таком этапе и отложился процесс в принципе можно его отменить и сказать что нет старта и все как бы потеряла интерес но иногда думаю об этом процессе и думаю надо его вышить тоже интересно нравятся мне зебры люблю парных животных интересный сюжет поэтому пока он лежит и буду уже окончательное решение принимать в конце этого года когда буду планировать на 21 год вот свои планы тогда уже буду точно принимать решение быть зебром или не быть зебром ну вот такой вот пока процесс лежит ведь собраны материалы ниточки все хотя нитки если я буду вышивать буду менять там у меня был подбор теперь у меня есть схема оригинальная и вышью тогда ниточками анкор оригинальными кстати схему мне передала помогла найти Оксана Дереза Оксана большое тебе спасибо вот ну почему бы и нет и я думаю завершающий уже процесс завершающий процесс даже не знаю как вам это все показывать потому что здесь вот буквально вот оно начало вот такое вот маленькое ни за что не угадаете никогда не видели на моем канале потому что я это начала спонтанно в то время когда я не вышивала целый год а мне захотелось чего-то новенького знаете вот когда не вышиваешь не вышиваешь и вроде бы устала хочется себя чем-то порадовать хочется взять и что-то новенькое вышить вот у меня здесь пожалуйста новая вышивка это дизайн лонарты вставляю картинку дизайн лонарты на пикнике у меня здесь распечатана схема почему-то она у меня получилась распечаталась такая огромная там ниточки у меня все собраны все-все-все подготовлено и старт произошел но потом переключилась и все руки не дошли на самом деле тоже можно включить в совместный проект любящие сердца там у меня другие проекты запланированы посмотрим здесь у меня линда 27 аккаунта обожаю линду цвайгард и это такой цвет икрю наверное бежевый очень такой красивый интересный большой кусок у меня был подарен я его разделила для дизайнов лан-арты у меня был такой период мне хотелось вышить несколько дизайнов лан-арт они такие интерьерные такие акварельные очень интересные интересная тематика ну вот видите все что получилось вот такие у меня процессы давайте теперь подведем итоги итак подведем итоги что же у меня здесь получается по процессам вы видите здесь у меня все я разложила процессов много конечно масштабы здесь у меня огромные и у меня получилось 16 процессов в 2018 году мне было 13 2020 году я пришла с 16 начатыми процессами конечно процессы которые были у меня на 2018 год те 13 часть из них вышелась часть перешла немного процессов это мои старички но они все-таки перекочевали со мной и поэтому я хочу все-таки разобраться со всей этой кучей довести потихонечку все до ума все вышить все оформить но не оформить все но хотя бы вышить и довести до ума мои процессы и так я посчитала что из 16 процессов на сегодня 10 у меня стоят на завершение в этом году а 6 это будут переходящие уже в двадцать первый год я думаю что это очень логичный такой план потому что с десятью я более-менее думаю что смогу справиться 6 те которые перейдут на следующий год я буду вышивать один процесс наверное как-то за два месяца буду брать и разбавлять ими мои новые старты ну это вот на сегодня у меня такие мысли планы я оставлю также ссылочку на то видео о всех моих 13 начатых процессах вы посмотрите что было тогда и что у меня сейчас на этом у меня все я надеюсь вы повышевали посмотрели сделали для себя выводы для новых участников нашего рукодельного ютюба я могу сказать одно конечно это опыт интересный но он немножко знаете такой отягощающий потому что потом очень много как бы последствий да все это нужно хранить каждый процесс организованный забирает какие-то аксессуары нужно еще покупать то есть это затраты это место все это хранить и но для меня каждый процесс так как я человек все-таки ответственный он занимает какое-то место в сердце и в моих мыслях я не думаю и переживаю не хочется его завершить и поэтому конечно надо 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 все доведить до ума на самом деле если брать в сравнении с другими девочками 16 процесс 16 процессов это вообще ничего бы детский лепит но вот для меня этот масштаб он уже конечно же большой при том что у меня проблемы с моим рукодельным уголком я не знаю как это все разместить есть девочки хорошо управляются все это как-то компонуют и складывают я наверное вот не могу как-то справиться с объемом поэтому буду сокращать ну и наверное в следующем видео постараюсь навести порядок моему рукодельном уголке прошу вашей помощи моральной поддержки потому что честно не справляюсь ладно на этом у меня все надеюсь вы повышевали провели хорошо время желаю вам хорошего также настроения до новых встреч всем пока пока